всем привет с вами devil play и мы продолжаем dr вот survival и что я хотел сказать боже наконец-то я добрался до 60 уровня и теперь я уже вот в этом арзамасе и теперь мы можем дальше спокойно с вами проходить сюжетную линию ну и не только конечно будет смотреть уже по ходу действия что будет происходить поэтому приятного всем просмотра погнали давайте же глянем что у нас тут происходит мы находимся в арзамасе 60 уровень 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 точно уровне кстати спасибо нашим так скажем помощником у нас еще теперь появились странные грибы вот такие которые имеют интересные короче ну короче эффекты 90 х и по отнимает но еще и 30 радиации не знаю не знаю ну вот видите на приз это уж желтого странного гриба можно сделать вот такую вот токсичную лампу вот с этой токсичной лампы у нас типа поиск предметов на 10 процентов увеличивается плюс нам еще подарили вот такую вот штуковину так а ну где она инструментах вот по тапочи нам подарили вот прикольно тоже видите успешность поиска плюс пять процентов она принципе не расходуется не тратится не пропадает никуда то есть прикольно вот что в принципе ну сейчас я пробую конечно в мастера создать вот такую пушку прикольную правда она ждет очки действия 3 и сразу два патрона дробовика на урон у него видите сами жесть просто 540 на 690 это еще без улучшений так сказать от навыков ну короче вообще прикольная штука вот осталось только докачать репутацию прокачать мастерскую и в принципе будет нас дробаш но мы не будем ждать этого момента мы с вами сразу пойдем дальше по сюжету и этот сюжет вот совсем рядом возле нас находится в городе горький в принципе давайте погнали я думаю что я достаточно прокачался для того чтобы уже идти дальше по сюжету а чё у нас кстати сумка не надета а еще кто кстати вот ну и я прокачал способность вот такое 2 час убирать арбалет и добавлять что-то полезное где это офигенный просто навык количество брони нет нет далее снег свинцовые нет так а где это и так по из золотых наверное да вот тактика плюс 2 вообще супер теперь у меня каждый ход уже сразу три очка действия и я теперь так как я прокачал себе снайперку то есть там ну на одну очку больше живет на тот плюс урону в принципе я каждый ход могу стресс хотя бы один раз со снайпер вообще супер штука вот ну или же по-другому каждый ход могу один с автомата выстрел другой раз пистолета то есть еще удобно тетенька так скажем так давайте сюда радиация живет капец хотя в принципе неплохую броню отдела и вот как видите на данный момент самый лучший противогаз ну именно для этого уровня и для этого поселения так что-то у нас тут такое произошло вроде как а вот какая-то кукла тут старая кукла блин 12 12 ой а короче 12 этого нам выдала так это нам не нужно гнилые овощи вот это все можем принципе пособирать так что у нас тут дальше дорога домой ага теперь сюда надо главный корпус чего-то там это у нас то ли институт то ли а больница так в принципе все под сто процентов давайте просто факел используем чтобы нас я вот не надо вот тут не понимают так скажем путаюсь в плане что есть например у нас все и так без этого всего стопроцентные находимость то у нас расходуется ли в принципе видите факел расходовался и вот это кстати фонарь и купили там в этом арзамасе плюс 50 процентов поисков вообще супер но в принципе можно о том уровне игры где мы можем спокойно с вами проходить вот эти города но именно не здесь видите как здесь уже 70 радиации ну спасибо что нам подарили домашнее вино принципе сейчас у нас особо проблем нет ну и кстати я не знаю после этого вина начинается начинается вот это похмелье или нет кстати кто в курсе пишите обязательно прочту так что у нас дальше а что за восклицательный знак на мешке задание и почитать надо а ну-ка давайте почти прочитаем но не здесь да здесь радиация до хрена ну от одного будет от одной бутылки вина точно похмелье в а также как от одной бутылки водки на 1 2 бутылки выпил сразу водки мне потом на следующий день типа но игровой день прошел и короче пишет что типа у меня вот похмелье так читать питать читать возможно а а списки больных поэтому какого-то кого-то ищем конкретного из этого из этих списков даже не из этого из к из к списка так последний список да допустим опыт мы прокачали вот бы в жизни так было да просто списки прочел я тебе на опыт не стал так доставка кстати кто засток короче какой-то блин разъем вязанина было взять проебал чуть-чуть но я там накатался кстати туда ездил киев блин за эту бабла конечно нормально потратил теперь у меня 127000 но был где-то 160 170 а потому что мне нужно было вот это видите вот она костюм химзащиты надо было я почему-то не то что почему-то он мне просто безнадобно было но потом когда прокачивался смотрю там следующая броня у нас требует вот такую химзащиту ничего там у меня уже репутация была прокачана в киеве поэтому просто поехал скрафтил ту броню вот ну конечно там еще не хватало мне брезента я пошел купил в другом городе обратно вернулся то все опять таки топлива все это деньги вот так и вот расходы пошли так что не зря копил но тем не менее видите потом эти деньги так легко и уходят так а ну-ка опять сюда надо где-то заехать допустим так а что это у нас такое у нас кафешка да вроде как блин а сколько здесь смотрите блин радиации это жесть так ну давайте заберем кофе нам не помешает я мог бы конечно поменять на обычный фонарь чтобы не расходовать этот но не надо вот кстати очень удобно оп зажег эти коктейли молот у нас просто куча я скажу вам так ну вроде по квесту здесь ничего я не нахожу не вижу по крайней мере что здесь что-то по квесту было ничего заберем все равно мы лишним не будет все это дело так а что тогда надо куда надо и ну в кафе любом случае надо было наверное автоматически типа сработал чтобы идти по этот так дорога домой уцелевший дом куда там а вот это уже сейчас будет у нас новые просторы ребят ладненько как раз мы с вами еще и в ижевск попадем в ижевске мы походу ничего не сможем толком сделать почему потому что у нас все еще 60 уровень ну ладно для видео так скажем для нас с вами сделаем сделаем все как надо все как положено красиво с купим еще топлива чтоб наверняка отремонтируем кстати с нашу машину и поедем но здесь я оставляю в любом случае потому что все таки я подумал и я решил так скажем решил сделать уазик как только прокачаюсь здесь три колеса не хватает такое и тогда будет вес весоподъемность больше и мы сможем побольше короче всех предметов на хайдана чуть медленнее конечно и живет кажется посмотрим сколько она также кажется да как и волга до 100 километров 10 литров ну просто медленнее тут честно говоря ну особо проблем не вижу со временем бывает конечно мясо может быстрее испортится ну в том плане что дольше едем значит больше времени уходит если больше времени уходит то соответственно у нас этот мясо портится не успеваем его довести до другой точки чтоб взять и продать блин а как они задрали а посмотрим сейчас глянем что это за чудики блин по 1050 хп я хуе ребят как 60 уровень взял сразу вот такие бугаи начали появляться в боях хотя смотрите у них броня хорошее а хп мало то есть такое неприятно ну хорошо что бронебойный так скажем пестик есть уже хорошо е-мое про промахнулся так а ну-ка надо броню сбить желательно побольше ну а этого думаю сейчас да е-мое так а что тут у нас раз два три четыре четыре хода думаю хватит чтоб добраться бля козел не умер ну да да в принципе двойной урон по броне же по обычной ого вот это его промах жалко если бы попал бы снайперкой то я его завалил бы моментально так скажем так у кого больше а больше у этого чудака давайте тогда его с автомата сейчас вольнем так у этого кстати да тоже нормально так о убили а того не убили так почему то хотя в принципе почти так же все было сейчас у нас о два ну сразу два дали запчасти оружия так подбираем обыскать 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 и все четко сейчас уже проект проходит в игре то есть ну вообще без всяких проблем раз раз и завалили и все так а я а я шоу что я тойота что я не знаю есть риск что мы можем облажаться в плане плане этого сейчас скажу бронь куда же прокачать не знаю ну надо еще четыре уровня до следующей брони так ну в плане того что может топлива не хватить поэтому давайте купим все равно денег полно я потом все равно успею все это 1 собирать 1 продавать тем более если так понимаю мы пройдем арзамас и и нам еще чуть-чуть осталось вот до вот этих поселений вот видите где вот это челябинск свердловск или как там оно свердловск ну короче вот видите вот это место тут вроде как оно все близко будем охотиться будем продавать в основу сейчас проблемы с того что далеко находятся вот эти лагеря и приходится далеко ездить когда ты далеко ездишь соответственно ломаешь машину тратишь много топлива и выходит что ты ну в один лагерь есть там три с половиной тысяч у скупщика максимальное количество черных рублей три с половиной тысяч то уходит тебе только три один лагерь тупо у тебя уходит чисто на топливо то есть не не очень выгодно согласитесь так а я уже добрался до ижевска нифига себе круто а ну-ка посмотрим что тут в ижевске творится здесь наверное уже надо будет ну стопудово здесь надо будет 65 уровень чтоб задание брать да 65 уровень давайте с вами глянем что у нас тут еще будет как раз сейчас посмотрим так а этот другой живой вазик здесь уже 47 тонны ага но тут уже на 65 уровне надо ребят 47 тонны ну в принципе то расход топлива такой же блин значит я тут у вас не буду создавать видите вот видите в чем прикол если ты не знаешь что будет дальше можешь немного конечно лажануть в принципе у нас все есть это ну единство что в шины еще может быть подсобирать ага ну не зря все таки мы сюда приехали ребята снайперской винтовку прям очень надо реально я с удовольствием сейчас купил та же мосина тоже хороший ну так подожди снайперская мосинка да хороша а у нас что не мосинка а это мосина а то мосинка блин прикол конечно интересно в реальной жизни тоже типа так же такая же и снайперская винтовка которая одна мосина другая мосинка разве что из-за одной буквы короче всем другая снайперка так здесь надо у нас алюминий это что у нас кстати и новая броня 704 защиты для этого нужно 100 хитина это дохуя пчел убит но в принципе они конечно нормальные такие враги я скажу не слабые враги но тем не менее ахитина ну типа можно будет продать там много чего с них попадает что можно тоже тому же скупщику продавать то есть но это 704 защиты и 5 еды от радиации а здесь сколько у нас здесь у нас 561 и 7 еды от радиации честно говоря да не спорю 704 защиты это больше чем 564 но блин здесь конечно надо будет много поработать видите с этим хитином плюс я уже создал химозащитную вот эту броню и тем более если у нас вот видите здесь на каждый город есть свое задание то есть видите по создать купить такой большой фонарь создать такой-то противогаз если мне нужно будет по квесту по заданию хотя вряд ли если тут 64 там же знаешь что-то другое скажет вот эту создать броню то мы ее по-любому создадим и создавать ли надо вот это из хитина не знаю стоящие ли это делали нет кстати антидот какой то еще можем создавать он дает нельзя посмотреть воск какой то нужно это тоже я так понял с пчелом будем доставать антидот для чего этот антидот я не знаю честно говоря хитиновый факел урон 300 380 дальность очки действия эффект горения успешность поиска плюс 100 офиге я так понял воск да самый драгоценный что нужно будет на этот факел я понял ну типа он одноразовый ты можешь и один раз только стукнуть ну а для поиска в принципе тоже неплохо успешность поиска при 100 ну типа самодельный тот стопроцентный фонарь да кетиновое копье 290 370 тут поменьше конечно воска надо будет сейчас давайте глянем что у нас тут творится стальное копье 280 360 она где-то на уровне того стального даже сильнее стального копья ну в принципе можно создать ну в принципе не знаю даже не пользуюсь оружием ближнего боя ну а если надо будет типа берешь создаешь а потом если что ремонтируешь его то есть проблем быть не должно если конечно мастер берется за ремонт но если он создает ну соответственно логично то что он его и ремонтировать может правильно так ладно что мы тут уже зациклись на этом деле а нам нужно куда нам нужно где-то здесь рядом уже так возле ижевска жда было вот пермь пока потуплю все нормально поехали в пермь так уцелевший дом опять у нас дофига этого этой радиации давайте выпьем вино и все наладится так я не буду сейчас зациклиться на этом тексте поехали дальше так дальше куда ого в курган надо в принципе блин у нас получается что это серия в основном вот так катаемся тупо и все ну один раз конечно сбой был с этими бандилами ну зато посмотрим так скажем про щупаем следующее место вот здесь какая-то фигня интересная видите такая полоса через нее можно будет проехать или это какая-то преграда будет для нас или это чисто просто для вида сделано ну да для вида видите а для вида говоря а что если мы тут встанем это типа гору у нас да горы и что у нас в горах ну в принципе по живности все так же ничего нового и в принципе по траве по траве по луту все одинаково что и в лесу так почти или же в степи уже не знаю так а ну-ка здесь какого 70-го что у нас тут тут торгует чем торгует точнее ого здесь все так дорого стоит 800 резиновая деталь все в два раза дороже может быть вот теперь здесь уже другая валюта ребят здесь уже другая валюта видите тут уже идут гайки все теперь валюта железные гайки ребят я просто смотрел пару видео тоже да так скажем объясняете как к чему что для чего и там про какие-то гайки рассказывает думал блин это наверно как это старая версия может поэтому это типа новые черные рубли а тут оказывается вот оно что здесь просто другая валюта совсем пиздец считай что ты попадаешь сюда и начинаешь с нуля ну почти с нуля конечно понятно что у тебя шмотки есть там патроны оружие так 70 уровня дает 1200 опыта но это пташем и уровень еще не тот о кстати тут немало тех гаек дает аж 1100 а если скупщику продать что-то что-нибудь 2 гаек вот зато у скупщика смотрите аж целых 10 тысяч тех гаек ну блин удобно а просто потом задолбался сколько блин набирая всего всякого полезного хламя ну давайте продадим ну да здесь все в два раза дороже стоит видите вот например за черные рубли вот это золотой слиток стоит тысячу а тут он за 2 ну то есть дороже цен ну а ну в принципе то на то выходит одинаково по большому счету ну в смысле и покупаешь ты в два раза дороже и продаешь два раз дороже все и не проблема никаких проблем в этом не вижу ну пускай будет так а что у него кстати по мастеру тут вот здесь уже можно сделать на дизельном топливе жрет конечно тот дизель он дохуя за то что нас тут тонну зато переносит но это уже мы можем аж на каком уровне на 75 дайс не ошибаюсь не на 70 в принципе на 65 здесь будет в ижевске потом сюда уже 75 куда-то тут ижевск уфа там нет никакого лагеря до следующие вот покатаемся посмотрим еще что есть 200 литров блин ушло на этом я и ну ничего оно того стоит мы хотя бы уже плюс-минус понимаем что будет дальше у нас происходить чему стремиться то больше всего придется собирать так курган курган это у нас тоже поселение здесь тоже здесь кажись до поселения так здесь что нам мастер предлагает удобный противогаз 15 еды защиты от радиации перечница какая-то патрон дробовика 4 патрона за один выстрел дальность 2 и 3 очки действия ну урон конечно жесткий урон ну блин если посчитать там где-то 580 это 600 чуть-чуть так если посчитать то он не выгоднее чем тот дробовик хотя в принципе если тот 3 очки действия используют и это 3 очки действия стоит лучше уже потратить на это но расход патрон конечно больше тут ну блин в принципе никто не мешает вам фармить те же самые деньги и покупать патроны или там у мастер и эти патроны создавать или же самому принципе в конце концов можно крафтить из у вас гильзы полно но лично у меня сейчас на дробовик попал патронов полно и гильз также сама ахрена титановый сплав кстати вот нужно для этого пока я даже не знаю откуда его добыть говоря dp27 ооо дпшка как в это в пауге блин винтовочный патрон 5 штук я ваё не ну это да хит это да хуя конечно 5 винтовочных патронов дальность 4 и 3 очки действия не ну жесткие жесткие пушки ну блин и не вы ну на первый взгляд по крайней мере точно невыгодно там не знаю я сюда до этого уровня не дошел в игре может на тот момент уже будет фигня это все так скажем так что мы тут нашли так давайте в принципе по радиации точно так же как в предыдущих городах так берем это забираем так водичку на выписи так что еще теперь куда-то нас отправляешь а ну мне сейчас интересно если она дальше нас отправит вообще хрен знает куда то мы на это будем заканчивать ребят ну в принципе тут много чего интересного мы с вами нашли для себя ну по крайней мере для меня интересно для новичков которые еще не дошли до этого места в игре но я думаю что прикольно все все ребята стоп хватит давайте я куплю наверно топлива сейчас кстати мне что уже 38 литров вот это кстати надо постоянно следить за этом а то можно таким образом и без топлива остаться ну его нафиг так 100 ну сразу 200 блять а тут же за черный ах ладно хрен с ним давайте тогда не будем дурью маяться продам вот это золотой слиток кстати спасибо это мне подарили видишь видишь ты спас меня чувак спасибо если сможешь это видео блин особая благодарность тебе предыдущем ролике кстати я забыл мне кажется зараза я специально прочел его ник и запомните забыл но в предыдущем ролике которые выпустил не по сюжетке а там где я новичкам так скажем как я таким как я делюсь опытом по игре там я специально должен бы конечно тоже скриншот сделать выложить но если нет тогда вот сейчас покажу здесь так вот это сейчас продадим еще что можем давать еще пачки сигарет продадим все их не курю особо мне в принципе дофига всего и есть так что еще нам может не так срочно так скажем пригодится рыбки там а ну блин давайте продадим не пускай будет немножко жмот да мучить так скажем ладно так торгуется сон сколько мы сможем купить с вами литров бензина а ну теперь уже нормально так покупаем ну потом с этими гаеками мы все семьи там разберемся тут в принципе все близко находится мы эти гаек на фарме столько то хрен еще просто на фарме будет никаких проблем у нас так я же правильно еду да правильно нам просто главное отсюда выбраться хотя бы в ежевск попасть потому что даже даже многому этого топлива купили но хрен с ним зато наверняка где тут ежевск а вот так прямо надо ехать вроде как будто на должны попасть блин нападение очередное мне не нравится эти пчелы это жесть они жесткие реально жесткие тем более вот я только 60 уровень взял вот когда ты берешь только вот 55 и там 60 когда вот меняется резко вот эти мощность врагов то блин поначалу очень сложно бывает пока ты не найдешь там нужную пушку себе не скрафтишь там не зафармишь там ну мы поняли то вообще жест жестко блин не того с просто я так хотел чтобы сразу вынести кого-то из строя сразу ну давайте его добьем хотя бы одну пчелу вынесем блин вот сейчас на самом деле настало тот момент когда так громко блин так оп и оп автоматом добиваем ну и в принципе вот это должно нам хватить да выжил хотя бы так добьем так а что это такое это застрелка вверх не пойму вообще у у нас ничего жать не надо так разделать блин так выпьем давайте вино ну прям у нас прям давит то радиация прям шесть так оп здесь чайковский переходим на ту сторону реки все а тут у нас уже черные рубли наконец-то мы добрались сюда сразу берем 200 литров так чтобы не забыть и будем на этом заканчивать ребята да да по сюжетке конечно тут не было каких-то сверх сцен и все остальное ну как предыдущие да там постоянно какой-то экшен какой-то движ был но тем не менее мы зато добрались до новых городов так скажем узрели новые горизонты и я скажу вам что да да есть к чему стремиться надо еще тут прокачиваться еще набирать бабла уазик я наверное в ижевске уже буду делать тогда потому что ну 2 и 2 и 6 тонн и 4 с чем-то 4 с половиной там был не помню 4 2 разница большая в принципе машина такая же по скорости почти так же ну лучше то короче я сделаю потерплю немножко прокачаюсь ну да серии может уже не так будут часто выходить как обычно как раньше ну блин что поделать надо прокачиваться чтобы дальше продвигаться по игре по сюжету и в принципе спасибо что досмотрели до конца прожимайте лайки также не забывайте подписываться на мой канал нажимаете еще на колокольчик чтобы не пропускать новое видео оставляйте свои комментарии буду рад каждому комменту всем удачи до своих серии всем пока и